А вопрос заключается в следующем. Вы посмотрите, что происходит в Армении. Господин Пашинян не собирается уходить с своего поста. Вы видели, как он называется от Шушема, что-то там потерялись, серый город, да что там и так далее. А теперь давайте зададим вопрос, кто такой Пашинян? А еще интересный вопрос, а кто такой президент Армении Саркисян? Да, это вроде такая бутафорская должность, все такое прочее. Но человек, имеющий влияние и тесно работающий с господином Пашиняном. А он никто иной, как человек, который очень тесно связан с политической элитой Великобритании, где долгое время он работал. Он особо это не скрывает. Его позиция во время конфликта была отстранена. Он делал вид, что его ничего не интересует, разъезжая по штабам квартиры НАТО, по некоторым европейским странам и так далее. Давайте еще откровеннее скажем. Что же получается, а? Когда наш союзник, используя внутренние проблемы в Армении, власть захватила прозападная группировка. И подонок, негодяй, продавший свою родину Пашинян, продолжает удерживать ее. Мы делаем вид, что так и должно быть? Мы не хотим там работать, мы хотим потерять последний оплот на Южном Кавказе, где находится, до сих пор находится, надеюсь, будут находиться наши погранвойска, наша 102-я база. И, наконец, в счете, это база и миротворцев там, да, вещи своими именами надо называть. Потерять это? Я слышу, мне говорят, да нет, пусть 2-3 месяца побудет, там же соглашение есть. Уважаемые, какие 2-3 месяца? Чем больше он будет находиться власти, тем будет больше дискредитироваться это соглашение. Что, непонятно, что ли? Будут разогреваться антироссийские настроения, все эти месора сяды с этой маразью прозападной. Ущерб народу и России, и Армении. Его надо срочно менять. И когда я слышу, что один из религиозных деятелей Армении, епископ Ширакский, говорит о необходимости того, чтобы он ушел мирным путем, это правильно. Когда я слышу, как об этом говорит патриарх Великого дома Киликийского, Арам Первый, ну, поясню, о чем речь идет. У армян 4 патриархата. Патриархат Ичемезинский Первый среди равных, патриархат Великого дома Киликийского, который подчиняется верующим армяне-апостольской церкви в Ливане, в Сирии и в Иране. Константиновский патриархат, ну, тот это просто щенок и слуга спецслужб Турции, как и патриарх Вселенский Варфоломей, и патриарх Иерусалимский. Он говорит о необходимости смены. Я, правда, удивляюсь, что почему до сих пор свое слово не сказал. И Чемезинский патриарх Горгин Второй. Ему что, безразлично, что происходит в Армении? Вы посмотрите, что этот тварь делает. Он обращается к своим сторонникам, имеющим оружие в зоне конфликта, так называемой добровольческой, чтобы они прибыли в Армению, избавили его от стонущих у стен. Вы понимаете, это демократ, якобы демократ, пришедший в класс в результате, по сути, государственного переворота, людей, которые потеряют своих близких и недовольничеством происходит, стонущих у стен и призывают прийти этим вооруженным людям, чтобы они что-нибудь сделали с ним? Стреляли, что ли? Гражданскую войну он хочет затевать? А что это может продолжаться-то? Езжай к себе в Канаду, где у тебя и так там все есть. Используй эти миллиарды, за которые ты продал шушу, продал Нагорный Карабах. Это мразь. Вот о чем надо говорить. И мы должны активно поработать в этом плане. У нас в России живет больше армян, чем в Армении. Большинство из них, по крайней мере, значительная часть, это выходцы из Армении, уроженцы Армении, говорящие прекрасно на армянском языке. Да, есть и неговорящие и так далее. Вопросов нет. Что, мы не в состоянии сформировать руководство в Армении? Это будет с понятием принято, тем более у многих там есть родственники, которые заняли бы все эти посты и наконец вывели эту республику с подзападного влияния и дали ей спокойствие и нормальную деятельность для работы, что ли? Что это такое? Дошло до того, что, если верить некой публикации, у меня нет сомнений в этих публикациях, что Министерство обороны Армении продавало через одно мрази там, торгаша серого, торгаша оружием, боеприпасы туркам для передачи про турецкое формирование. Да, с постсоветского пространства, я как-то говорил на телевидении, вечерю Соловьева, год-два года назад, называя государство, которое продают с постсоветского пространства, плюс Болгария, что они этим занимаются. Американцы выделяют 300-500 миллионов долларов или евро, разные подсчеты, да, для этой цели. Тот же Азербайджан продавал и продает. Ну, тут как понять можно, братья, ну что, понятно. Но армянам продавать, армянским предателям, точнее, не армянам, это позорище, потому что куда эти борьб припасы уйдут? Они идут про турецкое формирование, которое воюет и убивает христиан Сирии. А это армяне и ассирийцы, наряду с гражданами Армении, а ассирийцы тоже граждане Армении, убивают езидов, которые там находятся. Это что такое? Да чего ты же можешь дойти ради зла-то, а? Предавать все и вся? А ассирийцы и армяне там служат и в рядах правительственных сил Сирийской армии, и в рядах партии Демократического союза Костяка, Сирийской Демократической силы, прокурских так называемых организаций. Они их убивают. Армян, ассирийцев, езидов. Из этих патронов! Кто это будет расследовать? Кто? Кто скажет мне, ответит на этот вопрос? Может, пора прекращать это? Вы посмотрите, какое горе доставило предательство Пашиняна. Вот пусть по нам покажут, как останки своего близкого человека достают из земли люди, чтобы эти останки тоже перезарханить подальше, потому что территория отойдет под контроль турецко-азербайджанской коалиции. Покажите это. Покажите, наконец, как издеваются над христианскими ценностями крестами, и покажите одновременно, как это было в 2014 году в Масуле над христианской церковью. Покажите. Это вот тот близкий вырывает тело своего близкого человека, чтобы перезахоронить его в другом месте. Покажите, показывайте церковь теперь. Это вы можете представить, что такое? Святыни увозят. Увозят прах своих людей, которые там, близких, которые там похоронены. А Пашинян, тварь, выступает и говорит, да зачем нам нужна была шуша? Продал. Сколько взял себе в карман? Два или три миллиарда, скажи мне. Мразь собачая. Покажите церковь эту тоже. Как вам? Вот сверху это христианская церковь, ассирийская, в Масуле. А вот внизу это Карабах. Чем отличается? Там и там дикарий-террорист снимает крест. Он ему, видите ли, не нужен, наверное, да? Или как там сказать? Спасибо президенту России и миротворческим силам, которые взяли под охрану церковь до диванки. Но таких церквей еще много осталось. В том числе церковь Святого Егеше. Кто это такой? Я поясню. Это один из величайших богословов и историков 5-6 века. 5-6 века он основал эту церковь. Он заложил основу этой церкви. Этот человек описал в том числе знаменитое восстание Вардананг во главе с Варданом Мамикояном после персов. В 451 году в этом сражении против персов участвовали как армяне, так и албаны, о которых часто спекулируют некоторые товарищи, так и иберы, это предки грузин. Кто их защитит? Кто эти церкви защитит? Ты мразь! Ты тварь и предатель! Я не понимаю. Я призываю всех армянских иерархов, армянско-апостольской церкви, к судя, которым там он крещен, предать анафемию его! Не пускать его в церковь! Потому что он предатель-негодяй, как его супруженция, который, будучи в ходе боевых действий, я не стал Семену ставить в неловкое положение и при нем, говорите, спрашивайте его, боевых действий на город, она приезжала туда и пыталась, внимание, пыталась взять на себя руководство боевыми действиями, прости господи, идиот, а это нельзя выражаться на ютубе, Раиса Максимовна в квадрате, она пыталась это делать, а когда ей генерал-учет возражали, она пыталась отбирать у них радиостанции, вообще брать на себя командование, ну, безобразнейшие случаи! Чего же вы хотите-то? Ну, бабки получила счета, а он подкаблучник, она приехала защищать свои инвестиции, свои бабки, предавая народ Наргорного Карабаха! Сколько стерпеть-то будем? Я вам скажу одну вещь, я никого ни к чему не призываю, упаси Бог, я мирный, добрый человек, честное слово, очень мирный, очень добрый, особенно в последние годы стал, старею, наверное, куда деваться? Так вот, после геноцида 15-го года, от 1915 по 23-й год, на территории Османа и Сунки-Иперии было убито 4 миллиона человек, христиан, армян, ассирийцев, греков, езидов и также русских молокан. Так вот, после этого была принята операция возмездия, в ходе которых все организаторы геноцида были уничтожены армянской стороной. А вы знаете, как поступили с предателями из числа армян, которые помогали убийцам? Такие тоже были, да. А где их нет? Назовите мне народ, где нет предателей. Ну, нет таких, нету, к сожалению. Так устроен мир. Есть везде, я говорю, способников, я никому ничего не призываю. С ними разобрались, я только мягкие слова предбираю, их собственные родственники, их просто убедили в этом. Потому что нет ничего подлее, как участвовать в уничтожении своего народа ради денег или еще бог знает чего. Эта тварь предала армянский народ, он предал сначала российский интерес, разыграл антироссийские все эти маховики, да, а потом сделает это. Я считаю, мало того, любой гражданин России армянского происхождения, который здесь живет, если когда-нибудь подаст руки ему или ему ближайшему Сарасовскому руководству, подонок и негодяй, его надо лишать граждан из России, потому что, кроме всего прочего, это антироссийский негодяй и тварь, который берет деньги у врагов, да, и одновременно служит Западу, служит Великобритании. Он и президент Сергесян верный, правда, служит Великобританию. Не знаю, вдоль ли он или как там, трудно сказать. Вот этот позор надо смести к чертовой матери. Мирным путем, как призывают религиозные дети, и Арам Первый, и епископ Ширакский. Да и я еще раз говорю, Горегину Второму надо сказать слово. Да чего ты сидишь там, батюшка, при всем уважении? Ты что, не видишь, что в Армении происходит? Ты не видишь, как этот предатель-негодяй делает шаги к гражданской войне в стране, призывая своих вооруженных, значит, там деятелей, сколько их там, я думаю, меньшинство, ну, как бы то ни было, прийти в Ереван и защиту, тварь! Их капиталы? Чего ж мы смотрим на это? Я хочу обратиться и к силовикам армянским. Мужики, вы что? А я же закончим, успеем. Вы что делаете? Вы кого защищаете? Это вы негодяи, а вам не кажется, что потом вам тоже счета представили? Большое спасибо, у нас время подсказки уже заканчивается, к сожалению. Я хочу, чтобы подписываюсь на Соловьев Лайв, скоро у нас полмиллиона будет, а также телекрам-канал Богдасаров, телекрам-канал Карнаухов, телекрам-канал Мадуро Недура. Спасибо, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...